могу жить в любой точке земного шара могу ездить куда хочу и заниматься тренингом я заработал деньги на первой сделке на второе все это дело потом было слито ты поставь кастрированного быка с коровами знаешь что он будет делать он будет стараться так ты не старайся ты езжай а люди верят в сказки от несчастной жизни добрый день сегодня у нас в гостях трейдер с которым знакомится практически каждый кто начинает изучать биржевую торговлю человек который на своем примере показал что есть такая профессия трейдера автор книги как играть и выигрывать на бирже доктор александр элдер александр ваша карьера началась не с трейдинга расскажите пожалуйста как вы к этому пришли я приехал в америку я все читал на все обращал внимание всем интересовался и как-то отправился в путешествие из нью-йорка в калифорнию и друг мне дал кучу книг среди них была книжка про трейдинг я прочитала был совершенно захвачен и что есть такая игра совершенно независимая надо думать деньги будут лица сами по себе казалось так и край вернулся я просто продал мотоцикл дорогой довольно и это был мой первый трейдинговый капитал и купил первую акцию и произошла ужасная ошибка я сделал деньги на первой сделке я сделал деньги на второй сделке после чего возникла такая бредовая идея что трейдинг это легко от этой идеи потом долго пришлось избавляться со времени стал заниматься этим гораздо серьезнее прочитал всю литературу которая была абсолютно всю на английском языке сегодня невозможно сделать сегодня слишком много книг а тогда это было сказать вполне делаемо и разработал собственную трейдинговую систему стал вести записи стал контролировать риск вот тут началась серьезная игра сколько вам потребовалось времени чтобы трейдинг стал вашей основной профессии слишком много слишком много много лет я понял что чем выше у человека уровень формального образования тем труднее научиться трейдингу формальное образование мешает успеху в трейдинге трейдинг это умственно очень простая игра у нас всего пять цифр цена открытие закрытие высшая нише и объем за день и научиться трейдингу можно очень быстро но при этом нужно понимать что очень часто рынки хаотичны и зачастую в них просто нет разумного движения и серьезный трейдер стоит в сторонке и ждет пока не возникнет какая-то модель движения которая знакома ему с которой он знает у него высокая вероятность снять деньги чем мешает профессиональное образование я закончил медицинский факультет и когда приходит к пациент то учета болит ему нужно поставить диагноз если не знаю что это за диагноз нужно делать какие-то анализы тесты все равно если не знаешь куда диагноз нужно вызвать консультанции к профессору обратиться то есть нужно продолжать работать пока ты не установил диагноз одному пациенту и вот с такой вот установкой приходишь в трейдинг смотришь на экран смотришь на график и непонятно что там происходит окей бросим еще больше индикаторов добавим еще какие-то торговые системы и будем массировать эти несчастные данные пока у нас не возникнет решение что-то купить или продать это решение будет иметь очень мало общего с реальностью но вы чувствуете удовлетворение я что-то вычислил на самом деле вычислять там нечего хаотичен рынок и в данный момент торговли в нем нет и вот на этом вот горят очень многие начинающие опять-таки чем выше уровень формального образования тем хуже проблема и избавился от него наконец на это заняло много лет сколько примерно больше десяти упрямство сыграло роль я не сдавался как 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 очень многие люди сдаются и обожгутся раз и все я очень завелся трейдеры порой должен быть упрямым чтобы дойти до и порой всегда должен быть упрям многих интересует трейдинг как возможность работать удаленно до многих всех привлекает эта профессия отчасти поэтому расскажите как проходит ваш день делал даже не в дне как складывается неделя я выполняю свою главную работу на уикендах в субботу и воскресенье когда рынки закрыты у частного трейдера есть по сути дела две работы это работа аналитика и работа трейдера то что в хеджевом фонде раскладывается между двумя разными отделами если дел аналитики отдел трейдеров а частный трейдер должен делать все один поэтому в то время когда рынки закрыты суббота воскресенье до открытия рынков я очень часто начинаю смотреть на экран вот это время принимать решения и записать эти решения и как бы дать дать приказ трейдеру купи это продай это вот трейдер значит удар гонга начинается рабочий день и я теперь как трейдер смотрю на этот экран как вот мне купить то что мне надо купить то есть решение сделать какую-то сделку принимаются в закрытые часы а когда рынок открыт только стараешься взять более лучшую цену или наоборот сказать своему аналитику своему аналитику что рынок сегодня себя ведет неразумно входа в эту сделку нет может быть завтра то есть это две разные работы поэтому самая главная работа работа по принятию решения делается я делаю ее к рынке закрыты а когда рынка открыты это по-разному в некоторые дни ничего в некоторые дни это пара часов а в некоторые дни везде срежут перед экраном но вы работаете за компьютером то есть вас ноутбук возможно несколько мониторов и этого ноутбук один монитор но вы помните насколько вам позволяет это путешествовать я люблю путешествовать и с такой аппаратуры очень легко передвигаться по белу свету единственное что что я заметил что если на одном месте то я могу заниматься трейдингом а если я передвигаюсь то это это мешает концентрации у меня друг есть очень серьезный трейдер и мы с ним ехали на машине несколько месяцев тому назад из калифорнии вермонт пересекли америку на машине и у нас были планы значит торговать по дороге ничего не получилось едешь через пустыню ешь через горы едешь через 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 и в результате две недели прошли без трейдинга но если я еду на одно место куда-то вот гостиница курорт то вот там то я могу заниматься трейдингом я к этому отношусь так очень спокойно женой были в венеции она уходит на прогулку гулять смотреть я влюбовал себе кафе чашку кофе вторую третью сижу за столиком выполняя всю свою работу встречаемся во второй половине дня уже к ужину вот так вот то есть это иногда это работает иногда нет в зависимости от плана путешествий но если второй вариант когда на одном месте все требуется конечно совершенно нормальная дисциплина потому что вокруг столько всего привлекательного и если человек хочет из путешествовать и ходить на экскурсии и ходить по барам и заниматься трейдингом то это нереально по времени нужно делать или а или б понял ну а когда вы выбирали для себя эту профессию этот родительности а вот эта мобильность она была свободы и мобильность могу жить в любой точке земного шара могу ездить куда хочу и заниматься трейдингом единственное что конечно что хочется это легче делать когда находишься во временной зоне ближе к нью-йоркской то есть работаешь на своих рынках из Азии это делать очень трудно я как-то почти месяц прожил в Австралии в Сиднее так рынок открывался в 2.30 утра по местному времени вот так вот я остался часы будильник просыпался перед самым открытием потом где-то посреди ночи просыпаешься смотришь на экран еще к утру и на проснешься посмотреть значит как закрывается рынок принять какие-то последние решения и после этого я понял все никакого трейдинга из Австралии больше понял с каким счетом вы начинали работать то есть с какой суммой вот был ваш вы рассказали уже что вы ваша первая инвестиция была это проданный мотоцикл 2000 долларов что казалось в те времена с деньгами естественно их со временем просадил то есть я сделал я заработал деньги на первой сделке на второе все это дело потом было слито открыл счет в 5000 долларов еще раз и денег не было я работал и вот у меня семья появилась дети какие-то копеечные счета и деньги начали только получаться когда мы счет вырос до 60 тысяч долларов я не мог понять почему потому что ничего в принципе не изменилось знание у меня уже были раньше системы все разработаны все и вот где-то вот на 60 тысячах стали стали скапливаться прибыли только гораздо позже я понял что произошло я все время торговал одним размером и в начале поскольку мне был маленький счет я брал риски которые в процентном отношении были дикими а по мере того как мы счет увеличивался размер сделок я не увеличивал то они вошли в норму вошли в меридиан как говорят и уже процент риска стал гораздо меньше и поэтому появилась выживаемость на все это было очень давно ну и собственно вот к той сумме в 50 тысяч которые вы рекомендуете своих книгах вы пришли именно по своему собственному собственном печальном опыте можно начать даже с меньшей суммы если у кого действительно нет денег меньше 20 трудно себя представить но она пока по крайней мере от этой суммы но очень важный совет очень важный совет любому человеку который начинает вот такого маленького маленького счета там 20 или 50 это очень маленькие деньги забыть о том чтобы жить на прибыли с этого счета то есть если человек хочет сделать какие-то маломайски значимые для него деньги из крошечного вот такого счета он должен идти на сумасшедшие риски чтобы из 20 заработать еще 20 нужно идти на сумасшедшие риски трейдер особенно начинающий трейдер идущий на сумасшедшие риски сгорит сто процентов и из 20 сгорит из 50 со 100 тысяч долларов поэтому нужно забыть о том что жить на прибыли с этого счета вместо этого нужно переключиться вот переключить просто голову свою на то работать на то чтобы создать то что по английски называется track record по-русски историю 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 трейдинга показать что показать что ты можешь постоянно зарабатывать что я постоянно позитивные цифры месяц за месяцом что тебя никогда не бывает просадки которые достигают двухзначных цифр то есть никогда десяти процентов просадки не может быть в месяц вот набрать такую историю и потому что с такой истории идти искать деньги под управление то есть вместо того чтобы заниматься то что я называю интенсивным фермерством брать вот этот счет и это как-то садовый участок там размер там в полторы сотки и пытаться с него прокормиться это нереально первый же дождь вы мыть этот участок вот вместо того чтобы пытаться заниматься интенсивным фермерством работать на то чтобы создать историю своего трейдинга и под эту историю искать деньги под управлен в управлении в мире очень много денег и очень мало людей которые умеют ими толково управлять поэтому человек который приходит и показывает вот моя реальная история имеет все шансы быть выслушанным исходя из вашего опыта то есть опять же та цифра с которой вы вероятно пришли какой процент вы считаете хорошим с точки зрения дохода в зависимости от депозита для для маленького счета это высокий процент для большого счета он низкий если вы посмотрите на самых успешных финансовых операторов нашей эпохи уоррен баффет джордж сорос их на протяжении всей жизни их прибыльность в размере 29 30 процентов годовых но они управляют многомиллиардными счетами трейдер у которого который управляет счетом в 50 100 тысяч долларов может достичь гораздо более высоких результатов это как на велосипеде легче повернуть чем на автобусе ну а какую цифру вот вы для себя считаете хороший или вы не стараетесь к этому привязываться я не я не ставлю себе особых мишени потому что квартал на квартал и год на год не приходит зависит от того что рынок делает зависит от того сколько времени у меня на этот рынок тоже потому что я могу быть в отъезде куда-то и и пропустить какие-то очень удачные моменты я люблю путешествовать это иногда мешает трейдинг я бы сделал больше денег если бы путешествовал меньше я ориентируюсь на то чтобы моя цель каждый месяц чтобы был прибыльным я не достиг этой цели но скажем в течение года у меня 9 или 10 месяцев будет прибыльными а размер этой прибыли опять-таки зависит от многих факторов например вот мы с вами разговариваем в эстонии прошлой неделе на рынке вопроса блестяще взлетный а я летел сюда и нужно было подготовиться ко всему я знал что пропускаю замечательные сделки я смотрю на рынке сегодня вот на уикенде на них смотрел уже есть хорошие сделки но вот таких блестящих каких был неделю тому назад их нет я знал что я их пропускаю потому что буду на самолете вот так вот да но сожалению бесполезно живем вперед а не назад но с момента когда вы открыли первый счет уже прошло наверное лет 40 тысячу до тысячу лет еще и динозавры тогда были как вы говорили на течение динозавров уже не было и уже не было и на садов не было на вы знаете во франции бегали львы и жирафы то есть сейчас все говорят глобальное потепление в реке в реке чем за в лондоне находят кости гиппопотамов то есть значит они жили там только было гораздо теплее в лондоне при этом двигатель внутреннего сгорания не было так не относящийся к трейдингу вопрос просто о массовых массовых бредовых идеях но вот за это время то есть сейчас вы вы начинали со счетов 2000 какой суммы вы сейчас управляете я так понимаю что это только собственные деньги я управляю только своим счетом и я веду счет для самого близкого друга его жена была моя ученица кстати она была блестящим трейдером и она умерла лишь 6 назад и он попросил меня чтобы я управлял его счетом и это дело бесплатно это мой лучший друг но так управляю только своими деньгами и оба счета и мои его такая очень низкая семизначная цифра понял вы как проведете торговлю только на одном счете или у вас есть разные счета под разные стратегии под разные рынки у меня есть разные счета но это как разные карманы в пиджаке деньги все все одни и те же например у меня есть один счет в компании которые которые берет с меня одну копейку один цент за акцию то есть если я покупаю дорогие акции там допустим google или amazon или продаю на понижение эти акции то мне выгодно сделать их на том счету потому что очень низкая комиссия получается есть другая компания которая у которой небольшая комиссия несколько долларов за неограниченный размер сделки поэтому если покупаю дешевые акции я иду к ним есть третий счет где есть компания которая в которой очень легко играть на понижение во многих компаниях трудно продать на понижение стараешься что-то что-то сыграть нельзя этого не это у нас нет этого у нас нет этого нас нет поэтому я иду в то в третью компанию где комиссионные повышенные специально держу них несколько сот тысяч долларов что если нам нужно играть на понижение и другие как мы любимые брокеры не позволяют мне этого сделать я иду к ним и плачу им за то чтобы это сделать то есть разные брокеры не для того чтобы играть разные системы у них разные достоинства вы говорите что для того чтобы добиться результата нужно несколько вещей это нужно чтобы было желание и четко продуманная схема действий так вот что же все-таки в приоритете системность или мотивация чтобы машина ехала вперед и нужен мотор руль можно будет потом уже починить мотивации если нет мотивации то ничего нет ничего нет просто движение вперед не будет никакого движения ни вперед не вбог должно быть сильное желание успеха и я кстати чувствую среди русскоязычных трейдеров гораздо больше чем в америке в америке люди приходят на рынке обычно после успешной карьеры в профессии в бизнесе во всем и у них есть то есть и они хотят выиграть есть такой игровой азарт но даже если они не выиграют ничего особенно страшного них не будет в россии молодые голодные гораздо более заведенные люди я бы скорее поставил на них как вы считаете что должно быть у начинающего трейдера держать свои что нужно в первую очередь держать свои эмоции под контролем или все-таки анализировать рынок самое главное мы мы мой самый лучший совет любому начинающему и да и среднему и опытному брокеру самый главный совет это не про эмоции не пробу не просто это вести дневник вести дневник своих сделок потому что большинство людей идут вперед наступают на грабли продолжают идти вперед наступают на такие же грабли или похожие грабли грабли везде лежат один раз бывает со всеми но наступать на те же грабли повторно это глупо и не помогает развитию самое лучшее что трейдер может сделать для своего развития это вести дневник причем дневник не просто там купил по такой цене продал по такой-то цене у меня на каждую сделку есть картинка снятая с экрана и размеченная всякими стрелочками и записями почему я купил почему я продал и потом месяца через два после закрытия сделки возвращаюсь к этим картинкам и делаю третью картинку картинку два месяца спустя то есть моя сделка уже не на правом не у права края экрана она в центре экрана и я вижу насколько эта сделка хорошая или плохая или может быть был хороший вход и слишком ранний выход то есть всякие варианты то есть нужно быть не только не нужно не просто идти вперед а вот ставит такую как бы петлю в свою дорогу чтобы постоянно постоянно крутится и смотреть а правильно ли я прошел в прошлой сделке а правильно я прошел то есть нужно быть не только трейдером но и учителем самого себя но все-таки риски то есть если человек у которого пока нет торговой стратегии но он рискует каким-то небольшим капиталом это по крайней мере позволит ему учиться и продолжать дальше да небольшим небольшим это ключевое слово потому что колоссальная ошибка очень очень многих новичков большинства новичков человек начинает учиться но при этом хочет заработать деньги это я вам себя говорю ну смотри допустим ты бы хотел стать дантистом да донтистом могут хорошо заработать но скажи ты будешь зарабатывать свои первые шесть месяцев обучения в первый год в первые два года ты будешь платить деньги зарабатывать ты будешь потом новичок который и все это понимают это но почему-то люди думают что в трейдинге они будут делать деньги сразу трейдинг ничуть не ничуть не проще чем научиться зубному делу или там я хочу быть пилотом значит нужно лицензию частного пилота лицензию коммерческого пилота лицензию такого пилота и будешь зарабатывать деньги в первый день в первый месяц впервые полгода в первый год даже то есть поначалу ты должен платить и это оплата для трейдеров отчасти это может на какие-то книжки купил взял какие-то курсы на главные оплаты для трейдеров это потери и это нормально так устроена жизнь и поэтому человек который понимает это будет играть на очень маленькие суммы чтобы учиться дешево а не дорого то есть можно тоже самое образование получить скажем за 2000 долларов или за 200 тысяч долларов образование будет совершенно одинаковое дважды заплатим 2000 чем 200 вот так вот сколько я вижу людей которые жгут свои капиталы из бредовые идеи что начинающие безо всякого опыта приходящий на рынок и на котором с которого снимают деньги люди как я которые в этом деле уже собаку съели он собирается сейчас у меня выиграть эти деньги и ставили большую сделку поэтому потеряешь эти деньги но теряй маленькие деньги учись на маленьких деньгах в этом смысле очень хорошо поставлены поставлен процесс в компаниях по управлением капиталом молодому трейдеру дается маленький счет в управлении с которого может очень мало заработать и для того чтобы этот счет повысили он должен показать хорошие результаты то есть даже если у трейда есть деньги их держи лучше в банке и и по 1 создать для себя график когда ты будешь повышать свой счет и никогда не повышая его больше чем на 50 процентов потому что игра на больший размер это другая игра начать с копеечного счета и поставить себе чего я хочу добиться такого процента я хочу достичь когда достигаешь этого процента сделай из копеечного счета полутора копеечный потом двух копеечный и так далее и так далее скучен очень совет потому что все хотят сделать деньги быстро деньги сделать можно но их можно сделать медленно а потерять можно быстро вот кстати очень интересный вопрос а вы часто сталкивались с людьми которые действительно ставят все деньги на какую-то одну идею да да потому что это как мне тоже кажется бывает очень часто да и как раз выживаемость трейдера она завязана на диверсификацию то есть если он но я очень люблю когда люди ставят деньги на одну сделку потому что именно так подпитывается рынок свежими капиталами у вас очень большой опыт в обучении и психологии ну и в том числе работе с трейдерами на ваш взгляд какими характеристиками и способностями должен обладать успешный трейдер он должен быть организованным нужно организованным и он должен независимый трейдер должен составить свой собственный график работы вот то что я писал про себя и следовательская работа на уикендах потом я обычно рано встаю и до открытия рынков проверяют значит что произошло в азии что произошло в европе готовлюсь ко дню который который передо мной трейдеру необходимо составить план работы какой-то не то что человек приходит с утра смотрят на экран так хочу сегодня интересно часы не будем делать то есть он должен быть организован да 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 а есть какие-то на особенности людей которым трейдинг противопоказан таких категорий несколько во первых люди которые которые очень скупые не могут успешно торговать потому что люди к человек который дрожит над каждой копейкой вдруг у него 10 копеек риска у него припадок случится из-за этого и он не сможет нормально торговать это раз импульсивные люди люди которые не могут контролировать свои импульсы кроме того трейдинг глубоко противопоказан людям у которых есть какие-то наркомании алкоголизм там наркотики причем я я сам люблю выпить бокал 2 иногда и 3 за ужин за ужином вина но человек который действительно пьянствует это человек который этот человек который как бы лечит лечат сам себя от стресса заливает свой стресс алкоголем в рынках очень много стрессы поэтому счет и начинает заливать свой стресс алкоголем не может научиться сквозь этот стресс нужно пройти испытать его и найти решение этого стресса а чёт которому необходимо выпить ся чтобы контролировать стресс лишает себя этой возможности в обучении то То есть, так или иначе, ключевым фактором это должна быть именно дисциплина у человека. Дисциплина и отсутствие наркомании. Ну, различного рода зависимости, скажем так. Зависимости, совершенно верно. Трейдеру каждый день приходится принимать большое количество решений. Сформулируйте, пожалуйста, еще раз ваши ключевые правила. Во-первых, решения. На самом деле решений не так много. У меня был очень близкий друг, человек, которому посвящена моя книга, Лу Тейлор. Я, как-то помню, мылился с какими-то вопросами, пришел к нему. Он говорит, у настоящего мужика есть принципы. И когда тебе нужно принять какое-то решение, ты сводишь их к этим принципам. И оно само собой принимается, это решение. Очень хороший совет был. Но что касается управления трейдинговым счетом, то есть два главных правила. Первое – это никогда не терять серьезных денег. А второе – никогда не забывать про первые правила. Существует такая ловушка мышления, как предвзятость подтверждения, которая заключается в том, что человек ищет или интерпретирует информацию так, чтобы подтвердить изначальное убеждение. Вы также упоминали это в своей книге, что порой очень сложно признать ошибку и вовремя выйти из сделки. Как вы считаете, как можно уйти от этой ловушки? Надо вести записи. Опять-таки, как учиться на собственных ошибках, учиться на собственном опыте. У меня был такой приятель, Ральф Кейт, он умер молодым человеком много лет тому назад. Он как посмотрит на любой график, говорит, да, эта акция сейчас пойдет в обвал. Ничего хорошего. Сейчас пойдет в обвал. Как-то он пришел ко мне в офис, я ему показал несколько идей. Это пойдет в обвал, это пойдет в обвал, все. И пока он отвлекся, я пощелкнул на компьютере, я перевернул эти акции вверх ногами. Он смотрит на эти акции. А что ты про это думаешь? Ну, это сейчас в обвал пойдет. Сейчас в обвал. Подожди, Ральф, она раньше шла в обвал, а сейчас, когда я перевернул вверх ногами, она опять идет в обвал? Он еще не обиделся на меня, мы неделю-две не общались после этого. Надо вести записи. Принимаешь ли... Опять-таки, у меня на каждую сделку есть дневник. У меня есть график входа, график выхода и график два месяца спустя. И если я сделал неправильное решение, то это решение вот так вот бросается мне обратно в глаза. А человек, который не ведет записи, он будет продолжать и повторять те же самые ошибки. Понял. А сколько в среднем вы открываете сделок? Сколько бывает их в месяц, например? Опять-таки, зависит А от рынка, от состояния рынка, и Б от моих путешествий или не путешествий. Но я бы сказал где-то 10-20, вот так вот. Да, потому что это еще нужно успевать все сделки вносить в дневник. Очень быстро, это занимает мало времени. Дневник должен быть очень... Есть замечательная программа, называется Snugget. Она у меня установлена на всех компьютерах, только щелчок, и экран сфотографирован. Наношу какие-то стрелки, записи, все. И у меня есть файл, куда это дело все убирается. Вот и все. То есть, я дневник входа, который больше занимает. Дневник входа я могу сделать, наверное, минут за 15. Дневник выхода за 10. Вот так вот. Хорошие записи не должны занимать много времени. Если они занимают больше получаса, то ни у кого не хватит никакого терпения на них. Вы уже упомянули, что первые шаги, они были глупыми и сопроводались ошибками. Что нужно сделать для того, чтобы трейдер, который приходит на рынок, дождаться как раз того момента, когда он начнет зарабатывать? И что для этого ему? Нужно быть упорным. Сдаваться — это не слово из моего словаря. Если я решил, то я действую дальше. Должна быть упорность и способность к самокритике, способность учиться на своих ошибках. Есть слова, которые, по-моему, просто запрещены. Не повезло. Я старался. То есть это запрещенная лексика. То есть что ты сделал для того, чтобы получить этот результат? Ну, может, каждый трейдер себе может этот вопрос задавать. А что я сделал для того, чтобы мой результат был положительным? Хорошо. На русском языке есть слово для кастрированного быка? Одним словом есть какое-то или нет? Я такого не знаю. Потому что по-английски называется steer. Кастрированный бык. Есть очень крупный адвокат в Америке. Человек, который не проиграл ни одного дела. Никогда. За всю жизнь. Ему сейчас, говорит, 90 лет. Он, говорит, когда был подростком, работал на ранчо. Ему было лет 16. И незабываемое воспоминание. Молодой ковбой пытается ехать на какой-то лошади. Лошадь его сбрасывает. И он идет, хромает к забору. Старый ковбой сидит на заборе и говорит, эй, мальчик, почему ты не едешь на этой лошади? Ну, я старался. Она меня сбросила. Говорит, ты старался? Ты поставь кастрированного быка с коровами. Знаешь, что он будет делать? Он будет стараться. Так ты не старайся. Ты езжай. И с тех пор для меня это запрещенное слово. Я старался. Старался. Очень хороший пример. Я знаю, что вы и в ваших интервью, и в книгах всегда упоминаете про то, что не нужно рисковать более чем суммой в 2%. Я так понимаю, что это было взято как что-то среднее, чтобы дать ответ о какой-то сумме. Это не среднее. Это максимальная цифра для маленького счета. То есть, если у человека, допустим, маленький счет 20 тысяч долларов, 20 тысяч евро, то максимально позволенный риск 2% — это 400 евро или 400 долларов. Когда счет становится большим, то риск понижается. Если у вас миллионный счет, то 2% — это 20 тысяч долларов. Если пара сделок одновременно, и они обе проваливаются, то это будет очень неприятно и очень ощутимо. То есть, 2% — это максимальная цифра для маленького счета. По мере увеличения этого счета цифра должна становиться меньше. Мой риск — это маленькая доля 1%. Маленькая доля 1%. Звонит как-то мне мужик, который консультировался со мной. Работает в хеджевом фонде, успешный мужик, и говорит «Я поставил себе задачу на следующие полгода научиться рисковать больше. Я никогда не рисковал больше, чем четверть процента. Я хочу научиться рисковать полпроцента». Вот это его задача, поставленная себе на полгода. Любой новичок ему скажет «Мужик, какие полпроцента? Я сейчас тебе покажу, как 20% рисковать, кто из них успешен». Также вы упоминаете, что важно, приходя на рынок, использовать ту сумму, которая вам не потребуется в ближайшее время, а лучше полгода-год. И что самое важное, то что эти деньги не потребуются для того, чтобы кормить вашу семью. Какие-то, возможно, еще правила? По-английски говорят, боящиеся деньги – это потерянные деньги. То есть, когда человек вкладывает какую-то сумму в сделку, и он знает, что ему нужно вынуть эти деньги до конца месяца, чтобы заплатить аренду или заплатить по закладной, то он трясется. И это боязливые деньги. Боязливые деньги всегда теряют. Поэтому то, что вы сказали – вести биржевые операции только на те деньги, которые вы готовы потерять. Вы не хотите их потерять. Но если вы их потеряете, это не нарушит ваш образ жизни. Понял. Ну и сюда, наверное, можем мы добавить именно для того, чтобы дисциплинировать себя, опять же, это вести торговый дневник обязательно. Что-то еще важно при управлении рисками? Или это вот те ключевые правила, с которыми важно разобраться? Максимальный риск на сделку, максимальные потери за месяц. То есть, так же, как ставится стоп на сделку, должен быть поставлен стоп на себя. Бывает, что все, чего мы касаемся, превращается в золото. А бывают другие времена, когда все, чего мы касаемся, превращается в совершенно другое вещество. И когда человек начинает терять деньги, терять деньги, это показывает, что он не в фазе с рынком. И нужно определиться, какой максимальный риск за месяц. И когда этот риск потерян, прекратить трейдинг до конца месяца. То есть, поставить стоп на себя, а не на рынок. Но вот если рисковать в одной сделке двумя процентами, то какой бы процент вы поставили? Максимум? Максимум. Шесть. Шесть. Да. Но при этом, если рисковать двумя процентами, то три неудачные сделки и goodbye до конца месяца. Если вы рискуете одним процентом, то у вас есть возможность шести сделать. Полпроцента двенадцать сделок, и так далее, и так далее. А двенадцать сделок очень трудно проиграть подряд. То есть, чем меньше человек рискует, тем больше у него свободы маневра. Понял. Теперь вопрос именно про брокера. То есть, вы уже упоминали, что вы… У разных брокеров разные достоинства. А на что вы обращаете внимание? То есть, именно по каким критериям вы проходите, для того, чтобы выбрать для себя хорошего брокера? Вы знаете… Ну, может быть, просто выбрать брокера? Вы знаете, в Штатах то, что является вопросом у российских брокеров, никогда не является вопросом у американских. То есть, вопрос честности брокера никогда не возникает. Они все проверенные и перепроверенные. Имеются страховые фонды. То есть, каждый брокер участвует в страховом фонде. Если один там провалится как-то, то все деньги клиентуре до определенного предела, обычно это четверть миллиона долларов, будут возвращены. Поэтому, если у кого-то большой счет, стараешься держать не более четверти миллиона долларов у одного брокера. Но, в принципе, честность брокера – это точно так же, как стенки вертикальные, а полгоризонтальные. Об этом никто не задумывается. Я знаю, что в России это колоссальная тема для разговоров. А кому я могу доверить свои деньги? Кроме этого, смотришь, как брокер оценивает свои услуги. Некоторые берут сумму за сделку, независимо от размера этой сделки. Некоторые берут столько-то за каждую акцию. И тогда, в зависимости от того, каков твой стиль игры, дорогие акции, дешевые акции, вот так вот подбирается это. Но, в принципе, когда я смотрю на американских брокеров, у меня несколько счетов, у меня всегда несколько счетов. Это так же, как выбирать себе такую нормальную, спокойную машину. Можно купить Ford, можно купить Chevrolet, можно купить то, можно купить пятое. И они все будут, в принципе, тебя возить более-менее нормально. Ну, почти у каждого есть какие-то свои особые там достоинства. Я очень боюсь бесплатных брокеров. есть эта программа. У нас есть бесплатный брокер один. Как же его называется? Робин Гуд, по-моему. Бесплатная торговля. И вначале, когда они открылись, такой ажиотаж был. Я даже сам открыл у них счет на 10 тысяч долларов посмотреть. В очереди нужно было стоять на линии, пока значит они откроют счет. И я подержал этот счет, послушал своих друзей, что у них происходит, и взял деньги обратно и счет закрыл. Потому что, как известно, любому российскому человеку бесплатный только сыр в мышеловке. То есть… Понял. То есть, ключевой вопрос – это то, чтобы брокер был надежным. Это, как правило, подтверждается лицензиями, то есть там, где он регулируется, и дальше вы уже выбираете по комиссиям, в зависимости от того, какой рынок вы планируете торговать. Понял. Самообучение – это важная звена успеха. И всегда лучше учиться на чужих ошибках, тем более, если не были, чем платить самому за эти ошибки. Вместе с Александром мы в компании «Миромаркет» запустили серию вебинаров, на которые всех вас приглашаем. И, Александр, что у нас будет на следующем вебинаре? Я думаю, что на следующем мы обсудим, как контролировать риск. Максимальный риск для сделки, максимальный риск за месяц. А самое главное, как решить, какого размера делать эту сделку. Потому что и сделка, и защитные стопы должны быть привязаны к размеру риска. То есть, мы поговорим о формулах, и я предложу какие-то очень простые программы в Excel, которые люди могут или скачать у вас, или просто сами написать. Я покажу, как это сделать. Как рассчитать размеры сделок. — Отлично. Поэтому переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на следующий вебинар. — После этого я уверен, что мы найдем еще какие-то темы, потому что мне очень приятно в этих вебинарах, что не просто я прихожу и буду сегодня говорить об этом или о другом. Мы всегда прислушиваемся, и вы, и я, к вопросам, которые поступают от участников вебинаров. И так вот мы формируем планы на следующие вебинары. Не говоря уже о том, что я стараюсь по мере возможности отвечать на эти вопросы тут же в этом вебинаре. Но, кроме того, и слышать. А что интересует людей? Вот что интересует, туда мы и пойдем. — Я знаю, что достаточно большое количество сделок вы совершаете на длинных трендах, то есть на тех идеях, которые могут реализоваться в течение года или пяти лет. Ну, по крайней мере, об этом слышал. И не так давно вы интересовались рынком Бразилии. — Большинство моих сделок, на самом деле, краткосрочные. От нескольких дней до нескольких недель. Я стараюсь развить, на самом деле, направление, вот такие более долгосрочные сделки. Но это меньшая часть того, что я делаю. В краткосрочных сделках я ощущаю гораздо больше контроля над ситуацией. Но примером долгосрочной сделки в прошлом году у меня была большая компания по Бразилии. Я в Бразилии бывал не раз, и страна с колоссальнейшими, богатая страна с колоссальнейшими проблемами. И коррупция, преступность. И в прошлом году у них были выборы, и все шло. А у меня друг очень хороший есть, бразилец, бывший капитан армии. И он как-то немножко меня заинтересовал. Шел на выборы человек по фамилии Бальсонаро. И его называют Южным Трампом. После того, как был выбран Трамп, американский рынок встал на уши и пошел вверх. И Бальсонаро баллотировался, и все шло к его победе. Я стал покупать бразильские акции. По техническим показателям они выглядели очень хорошо. И я провел очень успешную операцию в Бразилии. После выборов я снял практически всю прибыль по большинству этих позиций. И держу остальные позиции. Постепенно снимаю прибыль здесь, там. У меня осталась только одна позиция на сегодняшний день. Но в июле этого года я был в Бразилии. И когда я увидел, какая там дезорганизация, жуткая дезорганизация в стране. Ничего не работает. Преступность та же самая. Коррупции, говорят, стало гораздо меньше. Но проблем в стране столько, что один президент мало сыграет какую роль. И поэтому я вот сейчас только жду моя последняя позиция. Хочу, чтобы она чуть-чуть еще повысилась. И я ее сливаю. И на этом я закрываю эту главу. Это была интересная глава, это была прибыльная глава. И пора искать новую книгу. Вот как раз вопрос об этом. Есть ли у вас уже какие-то мысли по новым направлениям, которые вы можете для себя рассматривать в долгосрочной перспективе? Я всегда смотрю, в каком направлении движется экономика, в каком направлении движется общество, что новое. Я никакой фундаментальный аналитик. В том смысле, что у меня нет экономического образования. Это другая область знаний, которая в принципе у меня даже из сердца особо не лежит. Но я все время смотрю, куда идет общество. Что на границе, что следующее будет большим. И у меня есть несколько тем, которые интересуют меня. Электромашины, например. Или вот такая тема. Америка, американские войска по всему миру. Наши войска в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке, повсюду. Но очень не люблю, когда погибнут наши солдаты. И поэтому очень много этих военных действий производится с помощью дронов. Военизированных дронов. И есть компании, которые специализируются на производстве военизированных дронов. Например, последнее, что разрабатывается сейчас, летит реактивный самолет, истребитель. А вокруг него те же реактивные дроны, 10-20 дронов. И они вместе заходят в какое-то воздушное пространство. Поединой, иди в кого стрелять. Вот это акции, которые продаются на рынках. Вот это то, чем занимаюсь. На что очень внимательно смотрю и скупаю я. Очень интересно. Сейчас, Александр, у нас будет близ опрос. Я задаю вопрос. Вы можете отвечать не обязательно коротко, но быстро. Трейдинг или путешествие? Трейдинг. Почему? Гораздо интереснее. Понял. А фундаментальный анализ или технический? Желательно оба. Но в первую очередь идея фундаментальная, исполнение техническое. Понял. Кабриолет или универсал? Что такое универсал? Ну, универсал это такая большая семейная машина, куда можно все погрузить и всей семьей отправиться в путешествие. Два кабриолета. Два кабриолета. Понял. На самом деле, один у жены, один у меня. Топ-5 стран, в которых вы побывали как турист. Новая Зеландия, Эстония, Австрия, Гватемала, Перу. А чем вам запомнились вот эти страны? Необычной культурой, необычными видами историй. Понял. Евро или юань? Или евро. Юань мы сейчас забиваем вниз. Понял. Александр, трейдинг порой бывает занятием очень утомительным. Как вы отдыхаете? Что позволяет вам эмоционально переключиться? Я не нахожу трейдинг утомительным. Он, наоборот, это очень энергичное занятие. Это не утомляет меня. Но, кроме того, что трейдинг. Я езжу на своем тракторе с бензопилой, подпиливаю там разные деревья, потому что я живу в горах. Какие-то суки, которые нужно спилить, потом я их свожу и строю из них большой костер, еду в пожарную охрану, беру разрешение, запаливаю все это дело. Вот так вот заниматься этим делом. Играть со своими собаками, выгуливать их. Такая простая сельская жизнь. Хорошо. Александр, вы всегда приводите очень хорошие примеры. Вот какой бы пример вы могли привести для того, как бы для наших слушателей объяснить правила риск-менеджмента? Я как-то ввел занятия в диржевой фирме. Они просили меня провести занятия среди их трейдеров. И пытался объяснить им концепцию контроля над риском. Контора была в здании, в котором было 10 этажей. И через бульвар другое здание было точно такое. Я людям говорю, кто хочет заработать 10 долларов? Вот у нас длинный стол стоит в комнате. Вам нужно будет влезть на этот стол, пройтись и соскочить с другого конца. Кто это сделает, дам 10 долларов. Есть желающие? Желающие появились. Я говорю, есть еще лучшее предложение. Сейчас возьмем доску, такую же широкую, как этот стол, прочную, в безветренный день, и перебросим ее через бульвар на противоположное здание. Я там буду ждать с тысячей долларов наличными. Пожалуйста, приходите. Кто придет? И от того, что повышается риск, понижается способность действия. Человек, который спокойно выполнит какую-то функцию с риском соскочить со стола на пол, там еще коврик лежит, не выполнит то же самое, если риск нырнуть на 10 этажей с крыши. И я думаю, это помогло им понять, что люди, которые ставят слишком большие сделки, ставят себя в условиях, в которых они не могут выиграть, потому что они становятся более закомплексованными. В США очень большое количество людей, которые финансово грамотными. К сожалению, во многих странах эта цифра крайне низкая. Как вы считаете, что должно быть в стране, чтобы действительно знания людей увеличивались и люди перестали верить в сказки про 100% прибыли в месяц и стали уже думать своей головой? Я не знаю, насколько высоко финансовое образование среди некоторых кругов общества, да, среди некоторых кругов общества совсем нет. А люди верят в сказки от несчастной жизни. Человек, которому хорошо, ему трудно впырить какую-то сказку 100-200%. Это проблема бедолаг. Я думаю, что по мере того, как повысится уровень жизни и понизится уровень проблем, ситуация улучшится. Конкурс. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, в котором мы разыграем комплекты книг с подписью Александра, необходимо подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк к этому видео и в комментариях предложить интересное название для будущей книги. Оно может быть интересным, оно может быть креативным, оно может быть то, которое интересует наших слушателей. И мы вместе с Александром выберем это название и подарим победителям комплекты книг. Субтитры создавал DimaTorzok